Девушки отдыхают И мы о вере говорим очень много Я уверена даже, что каждый вот здесь присутствующий верит И нет никакого сомнения, что мы все верующие здесь Но я хочу поговорить о такой вере, которую Бог подчеркивает Это вот, к примеру, вера Петра Мы так ее назовем, вера Петра На примере именно Петра я хочу рассмотреть веру, что Богу очень понравилось в Петре Это, знаете, вера, которая имеет глаза Не вот эти Не из крови и плоти А имеет те глаза, которые, к сожалению, не у всех есть Но это вера может видеть и даже уши могут слышать И слышать то, что говорится от Господа, от Духа Его И вот сейчас я призываю вас даже просто этими же самыми глазками Перемехметнуться в то время, когда Иисус ходил по земле Внутренними глазками сейчас давайте посмотрим На то время Когда вы помните, Иисус понудил учеников сесть в лодку и сказал, что переплывите на другую сторону, на другой берег Я к вам приду туда Давайте мы будем с вами как наблюдатели Что там происходило Мы с вами сидим в той лодке и просто наблюдаем И вот что мы видим с вами Ученики плывут в этой лодке Иисуса нет, Он остался на берегу Народ отпускает И говорится, в четвертую стражу ночи Это от трех до шести утра по нашему времени Иисус к ним идет по воде Матфея 14, 24, 26 написано А лодка была уже на середине моря И не просто был штиль А волны били Потому что ветер был противный И в четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус Идя по морю И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили Это призрак И от страха вскричали Вот я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели вот эту интересную картину Когда Иисус отпустил народ Сказал им, нет, еще не отпустил Сказал им, идите, плывите, я приду Как по-вашему, как они ожидали, что Иисус окажется на другом берегу? На лодке, естественно Кому бы пришло в голову что-то другое? Естественно, они ожидали, что какую-то, наверное, другую лодку возьмет Кто-то его переправит У нас всегда есть свое представление, как это должно произойти Правда же? И наше представление, оно всегда очень приземленное Я думаю, что никому в голову не могло прийти, что Иисус может идти по воде Но в голову бы не пришло Представьте себе В этой лодке, сидя, мрак На середине озера Там ничего не освещалось Ни на береговой линии не было освещения в то время Ни на борту прожекторов не было Только звезды немножечко блистали И луна, если, слава Богу И все, что они видели Это призрак Какой-то силуэт идет по воде Как бы вы себя повели в это время? Как бы вы прореагировали? Конечно, им стало страшно Они аж скричали Вы представляете, в лодке аж скричали Это естественная реакция здравомыслящих людей Если бы они просто сидели безразлично Смотрели, что силуэт идет по воде Можно было бы сказать Все ли в порядке? Но вы знаете, сегодня мы ничем не отличаемся От тех, которые сидят в лодке И сегодня мы тоже от страха вскричали Потому что мы ждем Господа Но не так, как Он идет У нас есть свое представление Как Он должен прийти У нас было свое представление О том, как должен начаться Двадцатый год Разве не так? Мы ликовали, ждали Такую победу Такую открытость Совершенно противоположно Не то, что мы увидели с вами И когда Бог сказал, что Так резко повернется Все и показал рукой Не знаю, как вы Но я представила О, теперь все повернется В лучшую сторону Все откроется Мы все ожидаем естественным образом У нас есть свое представление Поэтому тогда, когда Господь идет Не так, как мы ожидаем Первое, что это А, что это, как это Вскричали Все для нас кажется невероятным То, что не так мы себе представляем И эти ученики тоже вскричали От ужаса, от страха Но Иисус обратился к сидящим в лодке Что это Он Не бойтесь, это Я иду Как по-вашему? Они сразу успокоились? Нет, я не заметила этого Они все были в ужасе Мало ли, призрак идет Да еще и разговаривает Так часто не узнается Голос Господа Даже когда Он пытается успокоить Он говорит, успокойтесь, это Я Все равно у многих страх Не верят Нет, так не может Господь так не может И я так думаю, что не все поверили Видя явно силуэт по воде Не говорится, что Петр не испугался Все значит все И Петр тоже испугался И тоже скрикнул в первый момент Чем отличается вера Петра От всех остальных сидящих в лодке Он все-таки сказал Если это ты Вы посмотрите, как интересно Какая внутренняя храбрость Все сидят и ждут Позволь мне, что будет А Он говорит Если это ты Позволь мне прийти к тебе Он решается На такой поступок Который по человеческому рассуждению Невозможен Ни один верующий Сидящий в лодке Не рискнул бы А вот Петр говорит Господь Если это ты Повели мне прийти к тебе По воде Не ты Приди, покажись А позволь мне Повторить твое чудо Если это ты Я тоже хочу Я хочу так же идти Но все-таки страшно Если это ты Не сказано, что Он был уверен Но все-таки Он захотел идти Навстречу Тому Который Вот этим поведением Вызвал ужас у всех И Он решился идти Вот таким же Неестественным образом Навстречу Я думаю, что Когда Господь идет Верующий человек Который Духом Внутренним оком Или ухом Узнает Его Хочет идти к Нему Навстречу Но идти к Нему Навстречу Можно только Таким же путем Как идет Он То есть только верой Не получится иначе Эта вера Граничит с безумием Вряд ли кто-то Из сидящих Мог сказать Что это мудрый поступок У Петра И больше скажу Даже не поняли Они Петра Что тебе больше Всех надо Подожди Посмотрим Когда Слово Бога В нашей жизни Начинает действовать Оно всегда Вызывает Вот такое сомнение Это Он Не Он А что это Оно всегда Колеблется В душе Понимаете Потому что Всегда не так Как мы представляем Это же делает Бог Поэтому оно чудо Оно всегда Как чудо Проявляется В нашей жизни И все что от нас Нужно Это поверить Его голосу Ведь когда Иисус Сказал Петр узнал Его голос А другие все еще Сидели и тряслись Они видели силуэт И думали А голос Его не его Кто знает Невозможно Смотреть Плотскими глазами И увидеть Чудо Бога Прежде чем Встретишься С Ним Лицом К лицу Ты должен Пойти Верой И только Духовные глаза Они что-то Видят Такое Что другой Не может Уразуметь И увидеть Только Духовные уши Они слышат Что-то Что другой Не может Услышать Но когда Ты слышишь Духом Ты двигаешься И я хочу Сказать Что верующий Который Слышит Внутренним Ухом Тоже Сомневается Тоже Говоришь Господи Если это Ты Тогда Помоги Тогда Позволь И он Говорит Давай Двигайся Двигайся Верой Чтоб Я Тебе Показал Это Чудо Если Это Ты Если Ты Веришь Что Это Ты Доверься Невозможно Скать Я верю Но Я Ничего Не Буду Делать Я Верю Но Буду Оставаться В лодке Это Не Вера Это Все Таки Сомнение В Сердце Есть Уверенность А Вот В Разуме Может Быть Сомнение В Разуме Могут Быть Бури Чему Мы Должны Доверять Разуму Или Сердцу Если Мы Ходим Верой Разум Не Помощник Нам Он Всегда Будет Говорить Противоположное Разум Всегда Будет Тормозить Нас Поэтому Его Откидываешь Идешь Верой Я Очень Часто Спорю С собой Поверите Я Сама Себе То есть Своему Разуму Доказываю И Говорю Подожди Я Иду Верой Да Я Понимаю Что Глазами Многих Это Выглядит Безумием А Я Иду Верой Даже Хочется Закрыть Вот Эти Глаза И И Верой Мы Привыкли Ходить Разум Мы Привыкли Рассуждать О Каждом Шаге Принимать Решения Все Обдумав Но Поверить Так Не Ходят Поверьте Никогда Не Совершите Чудеса Если Будете Ходить Разум Если Он Призывает Тебя Совершить Дела Его Это Будет Превосходить Наше Разумение Потому Что Если Начинаем Рассуждать Мы Тормозим Вот Почему И Павел Сказал Когда Он Встретился С Господом Что Он Что Сделал Не Стал Советоваться С Кровью И Плоти Он Знал Что Если Начнет Советоваться С Кровью И Плоти О Мудрость Человеческая Его Подавит Все Слышали Как Иисус Сказал Иди Однако Только Один Петр Пошел А Остальные Подумали Не Лучше В лодке Посидим Надежнее Целая Лодочка Наблюдателей Вы знаете Это в жизни Так Целая Лодочка Наблюдателей И как По-вашему Зачем Наблюдают За Безумством Петра Наблюдают За Безумством Петра Но Это Не Безумство Это Храбрость Все Смотрят А вдруг Не Получится А что Будет Не Думайте Что Целая Лодка Была Его Поддерживающих Когда Вот Всю Эту Картину Увидишь Духовными Глазами Ты Увидишь Что Петр Переселил Я думаю Что Он Даже Перешагнул Через Мнение Сидящих В Лодке Он Просто Пошел Верой И Я Не И И И Я Не И Многие Ему Вслед Говорили Петр Куда Что Делаешь Ты Вообще Соображаешь Посмотри Лодку Качает Волны Вовсю Навстречу Тебе Вообще Непонятно Что Непонятно Кто Как часто Духовные Поступки Осуждаются И зачем Невозможно Понять Многие Сравнивают С Писанием Такое возможно Или невозможно Знаете Как я часто Слышу А где Написано Не Все Написано Даже Что Иисус Сделал Написано Что Не Все Вошло В Писание Но Не Написано Все Бог Так Не Может Разве В тот момент Петр По Писанию По Писанию Он По Где Вы Найдете В Писании Такое Место Да Можно Сказать Что Моисей Прошел Через Море Как Прошел По Дну Море Развинулся Он Прошел По Дну Иисус Навин Тоже Прошел По Дну Река Развинулась Илья Елисей Тоже Прошли По Дну Река Раскрылась Воды Расступались По Воде Никто Не Ходил Не Было Написано Не Написано Скажите А Моисей Шел По Написанному Илья Шел По Написанному Иисус Навин По Написанному Нет Но Имя Было Писание Написано Вот Разница Верующие Пишут Писание Своей Жизнью Пишут О том Насколько Бог Великий И что Бог Может И Петра Хождение Теперь Написано Что Оказывается Человек Может Ходить По Воде Когда Идет За Господом А Тогда Он Шел По Ненаписан А Сколько Еще У Бога Есть Возможно Сколько У Него Еще Есть Вариантов Проявить Себя Показать Себя Явить Своё Всем Обущество Кем Кто Ему Доверяй А как Доверять Если Не знаешь Господа А как Доверять Если Не знаешь Его Голос Но У Бога Неограниченные Возможности И Он Готовит Народ К своему Приходу Народ Верующих Как Он Сказал Найду ли Веру На земле Господи Найдешь В этой Церкви Я Надеюсь Найдет Найдет Потому что Мы хотим Быть верующими Правда Хотим Доверять Господу Мы Не будем Ограничивать Его Возможности Я хочу Чтобы Он Двигался Чудесами Своими Я Я хочу Быть Таким Как Петр И Сказать Если Это Ты Господи Позволь Мне Выйти На Твой Голос И Пойти По Воде Но Если Не Знаешь Голоса Божьего Будешь Сидеть В Лодке Всю Жизнь Будешь Сомневаться А Если А Вдруг Будешь Бояться В тот момент Они Тоже Все Сидели Только Петр Проявил Веру Не Напрасно Иисус Сказал На Петра Ты Камень Я Скажу Что Это Камень Веры Да Вот Именно На Такой Вере Можно Основывать Церкви Когда Эту Веру Каменную Нельзя Разбить Сомнениями И Когда Он Сказал Иисус Симон Симон Ты Камень И На Сем Камне Построю Церковь Врата Ада Не Одолеют Почему Врата Ада Не Одолеют Такую Веру Не Одолеют Силы Сатаны И Он Говорит И тебе Дам Ключи Царства Небесного И Что Свяжешь На Земле Будет Связано На Небесах И Что Разрешишь На Земле Будет Разрешено На Небесах Даже Не На Небе Где Под Небесе На Небесах Вот Что Такое Вера Как Бог Ценит Ее Именно Как Камень Вера Которую Не Разобьешь Скала Она Разобьет Всякое Сопротивление А Ее Разбить Невозможно Вот Какой Верующий Бог На Этой Вере Основывает Бог Церкви На Этой Вере Он Хочет Чтобы Мы Строили Свою Церковь Свои Отношения С Богом Чтобы Мы Так Были Верующие Так Двигались Тогда Крепость Ада Не Одолеет Она Не Может Сломать Веру Веру Петра Если Мы Идем По Вере Да Выглядит Что Мы Рискуем Это Правда Мы Совершаем Поступки Безумные В глазах Других Но Мы Безумные Христа Ради И В тот Момент Когда Петр Решился Выйти Из Лодки Давайте Вот Этот Кусочек Рассмотрим Легко ли Это Было Петру Еще Раз Посмотрите Если Вы Там Глазками Своими Написано Лодку Качало Волны Били Ты Сидишь И Тебя Качает Для Для Чтобы Выйти Надо Встать Представляете В такой Качающейся Атмосфере Надо Встать Мало Того Что Надо Встать Потому Что Я хочу Сказать Вера Не Ползает Он Не Выполз Из Лодки Вера Ходят И Он Должен Встать И Еще Сделать Шаг На Эту Воду Которая Захлестывает Там Неровненькая Было Может Быть Нам Такое Представление Знаете Ролень Нет Там Были Волны И Как Наступить Вот Можете Себе Представить Вот Наступить Это Как Надо Доверять Слову Господа Что Взять И Наступить И Он Перешагнул Все Свои Понимания Весь Свой Опыт Ведь Он Всю Жсть Провел На Воде На этой Он Все Время Плавал На Этой Лодке Все Время Рыбу Ловил Он Знал Как Это Опасно Он Знал Что Там Тонули Были Случа И Он Ступил На Воду И Пошел Вот Это Вера Понимаете Как Любит Бог Такую Веру Да Я Уверена Что Друзья Ему Говорили Ты Что Куда Петр Помнись Там Глубоко Вообще Что Ты Делаешь Петр Но Он Пошел Ученики Написано Встревоживались И кричали От страха Это не был крик Радости Но Он Пошел Он Пошел Навстречу Иисусу Есть Такие Мои Дорогие Есть Такие Которые Идут Навстречу Иисусу И Которые Верят Что Бог Сказал Я Сделаю Чтобы Не Кричали Ему В Уши Чтобы Не Кричали Вслед Да Все Будут Почитать Безумие И Если Мы Сидели В Лодке И Не Были Петрами Может Мы Тоже Почитали Что Он Рехнулся Куда Он Идет И Хочу Подчеркнуть Вам Что Все Что Он Видел Призрак Иногда Очень Призрачно Слышишь Внутри Себя Не Могу Сказать Что Очень Четко Но Ты Не Можешь От Этого Отречься Потому Что Ты Знаешь Что Бог Сказал Как Сказал Ты Слышал Вот Так Ты Слышал Так Призрачно Оно Сказал Но Ты Веришь И Все И Ты Не Можешь Оступиться Ты И И Вот Так Шел Петр Не Имей Поддержки Ни От Кого Только На Голос Иисуса Который Сказал Иди И Даже Те Которые Ходят Верой И У Них Бывают Моменты Слабости И У Петра Был Момент Слабости Когда Все Так Он Увидел Эти Волную Душа Замерла И Иисус Еще Не Совсем Близко А Его Захлестывает И Начал Немножко Тонуть Бывает Что Ты На Молитве Стоишь И Думаешь Ой Господи Сейчас Захлестнет Я Пошла Верой Допустим А Что Будет Но Иисус Протягивает Руку И Помогает Он Никогда Не Оставит Того Который Идет И Петр Пошел Вопреки Здравого Смысла Вопреки Логике Чувства Духа У Духа Есть чувства Вот эти чувства Они в сердце Их надо знать Нужно Чувства Навыки Приученные Знаете Развлечения Добра и зла Нужно Приучить И Он Имел Уверенность В этих чувствах И Пошел Представляете Если Это Ты Повели Я Пойду К Тебе И Бог Повелел Иди И Он Пошел Как любит Бог Таких Которые Вот Пошли И Все Несмотря Ни На Что Никогда Нельзя Смотреть На То Что Нас Окружает Никогда Не Надо Слушать Даже Хороших Братьев И Сестер Любящих Тебя Там Лодки Сидели Все Хорошие Люди Все Апостолы Все Ученики Иисуса Но В тот Момент У них Не Хватило Веры Только У Тебя Хватило Иди Если В данный Момент Только У Тебя Иди И Вы Представляете Он Был Уверен Он Был Уверен В Том Что Не Осязал Уверен В Том Что Не Нащупывал Уверен В Том Что Ясно Не Видел Это И Вера Остальные Были Наблюдатели Полная Лодка Наблюдателей И Один Верующий Который Пошел Понимаете Как Бывает Интересно Хотя Бывает И Минуты Слабости Как Я Вам И Говорю Однако Даже В Минуты Слабости Ты Все Рано Идешь А Другой Уверенно Сидит Что Лучше Уверенно Сидеть Или В Минуты Слабости Все Рано Двигаться Что Для Бога Ценнее Наблюдатели Не Только Ожидают Результат Посмотрим Чем Это Все Закончится А потом Скажем Веры Не Хватило Вы Знаете Как Мне Нравится В Кавычках Когда Петра Судят Вот У него Веры Не Хватило Вот Он Вот Это Сделал Вот Он Вот Он Хочется Сказать А Ты Что Нибудь Сделал Что У Петра Не Хватило А Сколько Хватило А Сколько Петр Сделал Да Еще Человек Жизнь Отдал А ты Судишь Его Веру Люди Любят Посудить Могут Некоторые Восторгаться А Некоторые Ждут Если Все Обойдется Значит Можно и Мне Вы Знаете Мне Кажется Что Когда Он Вместе С Иисусом Вошел В лодку Я Из Опыта Могу Сказать Что Ученики Его Обступили И стали Говорить Петр А ты Точно Знал Да Ты Почувствовал Ты Знал Что Это Иисус Ты Знал Что Это Он Говорит Да Ты Наверное Видел И Он Может Просто Сказать Нет Нет Я Просто Поверил Просто Пошел Духом И все Я Так же Как И Вы Боялся Мне Так же Как И И Было Страшно Было Страшно Но Я Пошел А Вы Нет Я Встретил А Вы Нет Встретил Там В Духе На В В В Знаете Как важно Встретить Иисуса Там Как Он Уважает Веру Петра Мы С Вами Видим Вера Это Уверенность В Невидимом Хорошо Звучит Уверенность В Невидимом Это И Вера Вот Мы Читаем С Вами К Евреям Написано 11 1 Вера же Есть Осуществление ожидаемого Мы Это Все Хорошо знаем И Цитируем это А вот Вторую часть Уверенность Невидимом Как там Мем Ушель Проходит А ну-ка Давайте Это Заострим Кто Может Быть Уверен В том Что Не Видит Кто Из вас Уверен В том Что Не Видит Вот Это Вера Вот Это Вера Вот Тот Кто Уверен То Что Не Видит Он Верующий Проверьте себя Вы Верующий Вы Уверены Что Все Равно Будет Здесь Чудеса Божьи Кто Уверен Вот Верующий А Кто Сомневается Уже Ничего Не Исполнится Они В лодке Сидят И ждут Пока Кто Пройдет По воде Как Я Люблю Господа Какой Он Удивительный Какое Нам Оставил Писание Как Он Написал Это Писание Судьбами Людей Как Мы Читаем И Видим Нашего Господа Видим Его Характер И Видим Что Он Одобряет И Мы Видим Тех Которые Шли Так Чтобы Получить Одобрение От Господа Страх Человеческий Лишает Человека Рассудка Но Петр Этот Страх Покорил Верой Мои Дорогие Если Мы Не Покорим Верой Страх Который Сейчас Ходит Вот Там Гуляет Будем Трястись Друг От Друга На Два Километра Бояться Поздороваться Это Неверующие Это Не Для Нас Мы Верующие Люди И Бог Хочет Чтоб Мы Любили Друг Друг Обнимали Друг Друг Здоровались Друг Чтобы Мы Были Одно Тело А не Разрозненные Кусочки Кто Хочет Разрозненные Кусочки Нас Разделить Дьявол Когда Иисуса Побили По кусочкам Разодрали Его Тело Какое Удовольствие Получал Дьявол Раздирая Тело Бог Все Собрал Опять Иисус Явился В Теле Целом Теле Это Тоже Для Нас Мои Дорогие Что Враг Попробует Тело Разодрать На Кусочки Но Иисус Хочет Собрать Мы Должны Быть Тело Он Говорит Об Этом Что Мы Должны Быть Вместе Тело Нечего Нам Бояться Того Что Там Гуляет Оно Не Для Нас Ребята Мы Тело Христа Вы Понимаете Что Небудь В Нас Кровь Иисуса Христа В теле Иисуса Христа Кровь Иисуса Христа И написано Кровь Иисуса Христа Омывает Нас От Совстекого Греха А Болезнь Это Что Вследствие Греха Будьте Смелыми Будьте Смелыми В Господе Не Не Безумны Вот В этом мире А Если Безумны То Христа Ради Смелы Во Христе Вы Знаете Мне Очень Нравятся Эти Слова Которые Написаны Горьким Стихотворение В Прозе Песня Соколи Я Знаю Что Наша Молодежь Не Учила Этого Мы Так Хорошо Вы Учили Что Сейчас Еще Помню Так Вот Там Такие Чудные Слова Безумству Храбрых Поем Мы Славу Безумство Храбрых Вот Мудрость Жизни А Ты Горький Написал А Я бы Сказала Это В Евангелии Надо Нести Это Для Нас Да Мы Безумный Христор Ради В глазах Кого В глазах Тех Которые Себя Считают Мудрыми А Веру Почитают Безумием Но Мы Мудры Во Христе Бог Видит В этом Нашу Мудрость Так Что Избирайте Хотите Быть Безумными Христор Ради Или Безумными В Глазах Христа Я Вас Благословляю Церковь Благословляю Благословляю